Новости киберспорта со всего мира Организация «Зон Ранг» пробует анализировать киберспорт как культуру в различных странах А также мы ждем вас в нашей школе виртуального спорта Сегодня мы будем рассматривать тему игры с ботами в Counter-Strike Source И, конечно же, вас ждет недетский бой между командами «Бэк Рип» и «Кибер» на карте «Дэнферно» Организаторы CPL Summer 2007 При поддержке компании Sierra объявили о том, что до 19 июня будет доступна бета-версия, выходящая в скором времени, новой игры под названием World in Conflict Данный шаг, по мнению инициаторов данной идеи, поможет оценить геймерам так называемый геймплей А также просто опробовать игру в деле Организация «Зон Ранг», успевшая зарекомендовать себя на киберспортивном рынке, как один из самых интересных и объективных рейтингов, вплотную занялась с написанием статей «Исследуя мир» С помощью таких статей ребята попробуют анализировать киберспорт как культуру в различных странах Развитие, организации, занимающиеся местными командами Эти и многие другие аспекты будут включены в отчет о той или иной стране Компания «Новый диск» сообщает о готовящемся выходе на территории России стран СНГ и Балтии игры Unreal Tournament 3 Это одна из основных дисциплин киберспортсменов Лучший сетевой шутер, недосягаемый образец для подражания Сильной стороной Unreal Tournament всегда был эталонный сетевой режим, прославивший творение Epic Games Но Unreal Tournament 3 можно назвать революционной и в плане сингла Подработчики обещают нам также полноценную одиночную игру с проработанным сюжетом Компания Electronic Arts анонсировала свой новый 11-й гоночный шедевр Need for Speed Pro Street Новые соревнования пройдут не в районах, а в различных уголках нашей планеты Разработчики также сообщают, что в игру будет внедрен продвинутый агрессивный искусственный интеллект И новый революционный онлайновый режим Добро пожаловать в школу виртуального спорта Сегодня мы будем рассматривать тему игры с ботами в Counter-Strike Source Глава первая. Более реалистичное, человекоподобное поведение Новые боты в Counter-Strike Source обладают улучшенной системой внимания Которая учитывает выстрелы, использование укрытий, дистанцию, движение и позы противника Чтобы определить, заметят ли бот врага Для сравнения, прежние боты всегда видели противника Если тот находился на линии их видимости, даже если противник сидел за ящиком где-нибудь метров за 200 В Counter-Strike Source боты теперь имеют две стадии внимания Нормальную и тревога Если бот был атакован или недавно видел противника Он переходит в состояние Alert Которое повышает его шансы заметить дальнейшую активность врага Увеличивает ценность скрытой тактики Если бот был атакован, но он не видит противника Он начинает паниковать как человек Глава вторая. Улучшенная тактика и навигация Боты теперь лучше понимают течение и расчет времени в Counter-Strike Помимо стандартной быстрой атаки Боты также могут примерно определить, где будет совершена атака врага И для встречи занять позицию и приготовиться Также при недостатке финансов Они сохраняют деньги, не тратя их на лишние патроны и гранаты Мы — виртуальная школа Учитесь на пятерке! Пока бесплатно Разойдись! Смотрите далее Самые навороченные девайсы для настоящих киберспортсменов И, конечно же, вас ждет недетский бой между командами B-Grip и Кибер на карте D-Inferno Новая мышь NB-95 от A4TEC с индукционным питанием Этот девайс является представителем класса 4D То есть с двумя колесиками прокрутки Также отличительной особенностью является коврик круглой формы И статический дизайн A4TEC NB-95 также находится на высоком уровне Genius представляет игровой руль Genius Speedwheel RV Благодаря использованию запоментованной технологии TouchSense Встроенный в руль вибромеханизм обеспечивает реалистичность вождения в различных автосимуляторах Эффект виброотдачи передает ощущение скорости и неровности дорожного покрытия Вибрацию при поворотах, столкновениях и авариях в играх Джойстик ST-90 от компании Cytec имеет три откидывающихся ножки Джойстик выдерживает любой, даже самый резкий крен рукоятки На нижнюю поверхность ножек нанесен слой полипропилена Кнопки легко нащупать, они расположены в нужных местах В игре четкая отработка движения рукоятки Но вот кнопки, отвечающие за тягу, могли бы быть пошустрее Genius представляет компактную лазерную мышь Genius Navigator 335 Отличительной особенностью мыши является яркий спортивный дизайн и карбоновое покрытие Которое обеспечивает гладкое скольжение и устойчивость к царапинам и другим повреждениям Лазерный сенсор обеспечивает плавное перемещение по различным поверхностям И точность наведения курсора, что крайне необходимо в играх и при работе с графикой Кнопка Turbo может использоваться для повтора команды в компьютерных играх Сегодня нам предстоит увидеть матч между КСК Кибер, город Иваново И КСК Бэкгрипгейминг, город Москва Игра пройдет на карте Дэ Инферн Команда Кибер Состав Кибер очень перспективный Игроки подходят к игре со своим видением, разве что опыта участия в профессиональной лиге у них меньше в сравнении с другими участниками Но и это им не мешает периодически показывать равную игру с фаворитами лиги Бэкгрипгейминг Дмитрий Экспестин, 20 лет Денис Эдинго Коломенский, 19 лет Александр Хек-Запков, 20 лет Алексей Флатразлобич, 23 года Иван Ксенитрон Тоцкий, 21 год Итак, все готово для начала матча Стороны выбраны и первыми в атаку идут Кибер Производятся рестарты и начинается первый раунд Двое из Бэкгрипг занимают плент Б Остальные держат оборону на А У Кибер Кулер в одиночку идет по центру Остальные проходят в ковры Начинается атака на плент А Кулер уходит на центр, но там его останавливает Экс Хек и Флатра подтягиваются к пленту А Фиксиус выходит из ковров и красивым хэдшотом в прыжке убивает Экса Команды остаются 4 на 4 Ксенитрон убивает Кекса через весь плент Нейл подлавливает Ксенитрона 3 на 3 Дальше опять фраг от Нейла, он убивает Динго И два последних фрага делают Нейл и Фиксиус 1-0 в пользу Кибер В третьем раунде Кибер атакует разные точки на карте Митя бежит через дугу на Б И перед входом небольшая заминка дает возможность Хеку убить Митю Вследствие чего у Бегриб появляется оружие Кекс с Кулером отходят к центру, а Фиксиус и Нейл проходят по коврам На центре Флатра убивает Кекса в спину Кулер отвечает за тиммейта минус Флатра Динго занял неплохую позицию в библиотеке Оттуда он отстреливает ковры и пароход К от окон Нейл и Кулер пытаются выйти через этот проход, но нарываются на гуле Динго Остается один Фиксиус в больших песках, но игроки Бегриб в большинстве Им не составляет труда убить его Отличный раунд от Бегриб Они показывают отличную стрельбу и несмотря на то, что для них раунд был экономическим Они берут его 2-1 в пользу Кибер В пятом раунде после отдачи Кибер решают действовать активнее Кулер и Кекс бегут к центру, а Фиксиус, Нейл и Митя занимают ковры Кекс и Кулер выходят на центр и продвигаются к пленту А Нейл с Фиксиусом выходят из ковров Кекс убивает Флатру, Экс убивает Нейла, а Фиксиус убивает Экса Кибер остаются 4 на 3 Кулер устанавливает бомбу и Бегриб и решают отступить, чтобы сохранить оружие В четырнадцатом раунде Фиксиус быстро занимает дугу, а остальные игроки Кибер группируются возле окон Митю подсаживают в окна и он сразу же убивает Флатру Кулер выходит на центр и убивает Экса Кибер начинает продвигаться на плент Спрятавшийся в песках Ксенетрон успевает убить Кулера перед тем, как его убил Митя Но в этот момент Хек и Динго обходят Кибер со спины и убивают Кекса, несшего бомбу на плент Бомба остается лежать на центре и теперь перед Кибер стоит задача забрать ее Хек и Динго закрепляются рядом с вышкой Динго подсаживает Хека на крышу Фиксиус идет через Б, Нейл через ковры, а Митя выходит из центра Он успевает убить Хека, но Динго останавливает его Динго перестреливается с Нейлом на центре и слышит, как со спины подходит Фиксиус Остается с Нейлом один на один Нейлу удается подхватить бомбу и он идет ставить ее на плент А Динго бежит за ним, выходит на плент Нейл мешает ему разминировать бомбу Динго убивает его, но у него не хватает времени на разминирование Ки-раунд падает в котелку Кибер Счет становится 9-5 в пользу Б-грип Первая половина заканчивается со счетом 10-5 в пользу Б-грип А это значит, что для победы Б-грипом нужно взять 6 раундов, а Кибером 11 Команды меняются сторонами и уже Б-грип предстоит атаковать А-Кибер защищаться Производятся рестарты и в первом раунде первые два фрага делает капитан команды Б-грип Ксенетрон Он убивает Фиксиуса и Кекса, шедших в аркаду через дугу Ксенетрон с Хеком атакуют вход на Б, который защищает Нейл Ну а Нейла после битной перестрелки все-таки убивают Хек с Динго При счете 5-2, а это уже ничья для Б-грип Динго, Хек и Ксенетрон быстро атакуют Б и перед входом на плент убивают там Нейла Митя делает фраг на центре, минус X А Флатра аккуратно пробирается по коврам Его убивает Митя Остальные игроки Б-грип начинают выход на плент Б, где Фиксиус успевает убить Хека Перед тем, как сам ложится от пуль Ксенетрона Б-грипы занимают плент и устанавливают бомбу Команды остаются 2 на 3 Преимущество на стороне Кибер Динго убивает Митю, а Кулер убивает и Динго, и Ксенетрона Но, увы, он уже не успевает разминировать бомбу И в матче со счетом 16-7 побеждает Б-грип Гейминг Ребята показали качественную игру Показали действительно обдуманные и красивые тактические действия В нестандартных ситуациях Что ж, остается пожелать команде Кибер тренироваться дальше и больше А Б-грип Гейминг не останавливаться на достигнутом Смотрите в следующий раз Самая интересная информация из мира киберспорта Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов Новые уроки школы виртуального спорта И, конечно, новые состязания между киберспортсменами Все это в следующий раз Редактор субтитров А.Семкин